Антон, скажи, что главное в жизни? Главное в жизни? Во-первых, мне кажется, что многие люди не находят ответ на этот вопрос за всю свою жизнь. Это сложно. То есть и вообще существует ли ответ, правильный ответ на этот вопрос? Мне, если честно, кажется, что правильного ответа на этот вопрос не существует. Его невозможно найти. По крайней мере, я так думал до недавнего времени. И недавно у меня появилось такое чувство, как будто бы... Ну вот как будто вот, как будто я нашел ответ. Вот тот самый ответ, самый главный ответ на самый главный вопрос. И у меня есть ощущение, что самое главное в жизни это хотя бы, хотя бы один разочек попробовать пиццу ресторанте. Чего? Замороженную пиццу ресторанте с высококачественными ингредиентами, которую легко и быстро можно приготовить в духовке. Пицца ресторанте с очень вкусной и сочной начинкой на тонком хрустящем тесте. Это очень удобный вариант для вкусного и быстрого обеда, ужина или легкого перекуса. Пицца ресторанте. Это очень вкусно. У вас есть еще вопросы какие-то? Нет, Антон, наверное, нет. Я туда пойду? Угу. Интересно. У меня в телефоне! Вот! Я такой человек. Пока! Всем привет! Я Антон Шастун. Это шоу «Контакты». Сегодня у меня в гостях Владимир Маркони. Давайте поаплодируем и поприветствуем его! Привет! Антон, привет! Рад тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть. И рад видеть твою бижутерию. Это специально для тебя. Да. А зачем тебе столько колец? Я каждый раз хотел спросить тебя, но каждый раз не видел. Я просто это люблю. Представляешь, нет никакого объяснения. Печатка в 2020 году. В 2020 году. Ты не видишь мои штаны? Нет, я вижу твои штаны. Это как раз не мэч. Так. Это роза ветров? Это роза ветров. Зачем? Скорее всего, здесь написано что-то про направление жизни. Скорее всего. Но я не переводил. Круто. Так, Вов, ты знаешь? Извини, а браслет? А браслет зачем? А браслет это же ну просто... А это серебряный? Серебряный. Серьезно? А это почему не серебряное? И это серебряное. Да ладно? А вот это и вот это не серебряное. Найди здесь логику. Время пошло. Я думал, это другое шоу. Так, ну ладно. Короче, правила очень простые. Я буду задавать тебе вопросы. Вопросов всего будет пять. Пять вопросов. Плохо готовитесь. Ну, у всех пять. У всех пять. Не важно, знаешь ли ты правильный ответ. Важно, чтобы правильный ответ знали люди из твоей телефонной книги, твои контакты. Да. Я прямо сейчас заберу твой телефон. Мы вместе с тобой будем выбирать, кому будем звонить и задавать вопросы. На разговор с человеком у тебя 60 секунд. Если тебе дают правильный ответ, мы двигаемся к следующему вопросу. А если ответ неправильный, то ты теряешь 10 секунд, и мы по этому же вопросу звоним еще раз. Что получается? Если у тебя есть пять правильных ответов, то ты победил. И что я получаю? Памятный приз. Какой? Очень красивый. Соответственно, если у тебя закончилось время, то ты проиграл. Это говенное условие. И поехал домой. Это говенное условие. Говенное условие. Поехали. Телефон. Да. У тебя не айфон. У меня... Нет, у меня есть айфон. Но в нем нет сим-карты. И поэтому довольно сложно звонить по нему. Но здесь есть стилус. Стилус? В 2020 году. А ты что ты говорил про мое кольцо? У него стилус. Есть какие-то объединяющие вещи. Респектик нужен. И с кем ты говорил хотя бы больше минуты за последний месяц. Так у тебя ровно минута. И все, больше-то и не надо говорить. Ладно. И пока единственный человек, который не очень хочет участвовать. До конца надеется, что все. Ладно, давай. Мы переходим к первому вопросу. Первый вопрос звучит так. Именем какого супергероя называется комбинация в покере? Мне нужно отвечать уже? Ты можешь отвечать, а можешь и не отвечать. Не важно, знаешь ли ты. Важно, знает ли Азат тренер по хоккею. Азат тренер по хоккею. Я знаю откуда этот номер. Кто это? Ты занимаешься хоккеем? Нет, я сейчас занимаюсь фигурным катанием. Это мы видели. Ледниковый период. Я пришел в интернет рассказать про телевидение. Ребята, телевидение еще существует. И там люди катаются, непрофессиональные люди катаются на фигурных коньках и тянут себе спины и рвут коленки. Азат тренер по хоккею. Я ехал в такси поздно вечером. И чувак такой, слушай, ты же... Я говорю, так, уже нормально, давайте продолжаем. Так вот, я тут тренирую хоккейную команду. А это, ну, классика. Ну, это для себя. А так-то я тренер. И он сказал, запиши. Я выходил. Он говорит, так запиши. И был такой взгляд, что я сидел, записал. Записал. Правильно спросил. Показал. Да, условно, да. И поэтому я все еще... Хоть раз ты звонил. Я почему-то нет. Ну, слушай, мне кажется, что сейчас у всех в телефонной книжке помойки вонючие. У меня примерно есть такой же человек, который ко мне подошел и сказал, я чемпион Армении по настольному теннису. Не хочешь позаниматься? Пришлось записать. Ну, не будем звонить, правильно? Вряд ли человек знает. Нет, я не знаю его по большому. Но за полчаса мы не успели как-то сельком. Знает ли Александр... У тебя еще и цепь? Цепь. На шее тоже. Серебряная? Серебряная. Хорошо, а почему не золотые вещи тогда? Золотое слишком вычурно. А, да. Хорошо. Знает ли Александр Рева? Александр Рева. Ну, слушай, он что-то вообще нерисковый. Ну, как бы... Нерисковый? Ну, я имею в виду, вряд ли он играет в каком-то подпольном казино, которое никто не будет арестовывать, потому что те, кто арестовывают, владеют этим казино. Не думаю. Нет, ну, возможно, в покер же можно играть не только в подпольном казино, в покер можно играть на телефоне. На телефоне? Ну, вполне, да. Это же есть такие всякие приложения. Так, так, смотри, а могу ли я сам тебе предлагать имена людей? Каково угодно. Если у тебя есть чемпион мира по покеру здесь, ты можешь мне сказать. Либо мы звоним Алексею Панину. Мне будет неприятно... Вот он рисковый человек. Мне будет неприятно, если ты такой, Володь, давно не звонил. Уже 15 минут встречаю. Так, подожди, я вспоминаю. Это у меня покерная штучка. Давай. Покер, покер. Ты сам в покер играешь? Я играл несколько раз. Я выиграл в Лас-Вегасе 20 долларов. Серьезно? Да, а в Хельсинки 80 евро. Интересно. И теперь это невероятное деньжище. Ну что, ты говоришь, покерная штучка у тебя есть. Да, я вспоминаю. Вот, знаешь, у меня в голове как будто бы сейчас ленты инстаграма, я такой, так, кто-то ведь у меня играл сейчас. Кто-то ведь выкладывал, что он играет. Или Алексей Шамутило. Леша, он умный человек. Это стендап-комик Алексей Шамутило. Это стендап-комик к тому же. Он помогал допридумать прикольчики на Галилео. Когда у нас были какие-то паузы, я такой, ребята, нам нужна шутка. Мы с Лешей вставали. И я говорю, Леша, все не то, вот слушай как надо. Так что давай ему… С покером. С покером как? С покером. Я думаю, что он играет, да. У него много друзей, бездельников. А что делать бездельники играет? Как не играть в покер. Давай Шамутило позвоним. Алексей Шамутило, ты уверен? Слушай, у него был эфир на ТНТ, он уже знаменитый человек. Естественно. Он так говорит, да, давай. Мы звоним Алексею Шамутило. У нас 60 секунд. Так. Алло, Леша, здорово. Добрый день, добрый вечер. Вечер. Вечер, вечер, Вова, да, слушаю. Привет, привет, как дела? Отлично, еду выступать. Серьезно? Клубы еще открыты? Еще открыты пока. Фига себе, ладно, ладно. Скоро вас всех ковид свалит. Слушай. Да, это точно, уже всех всморил. Ага, у меня к тебе вопрос. Расскажи мне, пожалуйста, именем какого супергероя называется комбинация в покере? Ну, ты умный. Джокер? А, что, супергероя в покере? Да. А, как комбинация, фулхаус, флэш, а, флэш, флэш, да. А, точно. Я знал. Леш, все, большое спасибо тебе. Все, давай, классное выступление. Пока. Чао. Чао. Блин, я ж знал. Че-то я сразу не стал думать. Да, начало. Начало так начало. Алексей Шамудила ответил тебе, что это флэш, это абсолютно правильный ответ. Конечно, это флэш. Еее. Еее. Мы переходим ко второму вопросу и второй вопрос от авиасейлз. Вы с ними? Авиасейлз, ребята, мы же как бы с вами тути-фрути. Вы чего? Вы какие-то ветреные. Охренеть. Вы здесь. Мы людям татуировки делали на разных частях авиасейлз, а вы так легко. Итак, второй вопрос от авиасейлз. Охренеть, я охреневаю. Охренеть. А подожди. Да. Кто у вас спонсор? Авиасейлз. Ничего себе! И у вас. Ладно, ладно. Итак, мы переходим ко второму вопросу. Кто нафиг второй вопрос? Какая страна на П начинается и на И краткую заканчивается? Парагвай. Знает ли Алла Михеева? Извини, Алла. Алла Михеева наверняка знает. Знает. Наверняка. Ты готов? Может быть, что-то связанное не с географией, для Аллы Прибережем. Хорошо. Знает ли Ангелина Рудова, в скобочках, Наталья? Она же Наталья, да, все-таки. Она не Наталья? Или Ангелина. А как я записал? Ангелина Рудова, в скобочках, Наталья. Наталья Рудова не Наталья Рудова? Она, похоже, Рудова ли она? Вот еще вопрос. Но у меня есть телефон Натальи Рудовой, но мы не знакомы. И это были с... Ей говорят, что она очень боится, что за ней следят, ее преследуют и никому не дает свой номер телефона. И ломает вышки 5G. Это другая женщина. Но на том же побережье. Может быть, знает Анна Первый канал? Анна Первый канал. А, Анна. Нет, не так. А, Анна. Нет, не надо. Не надо. Не надо. А, хотя она с программой «Кто хочет стать миллионером?» О-о-о. Кто? Нет, Анна не надо. Нет, Анна не то. Все, не надо. Знает ли Кристина Асмус? Чего? А, это агент, наверное, не знаю. Асмус Кристина. Хочется втянуться в диван. Я думаю, что по другому поводу позвоним. Кристина. Договорились. Знает ли Валентина ТНТ? Да почему? Ничего. У меня друзей нет. Хотя. Валентина ТНТ. Валентина ТНТ. Нет, не надо. Я не знаю ее. Знает ли Борис Балелов? Боря Балелов. Да, Боря Балелов знает. Знает. Он работает в парке Горького и на радио. И он точно знает ответ на этот вопрос. Боря Балелов. Борь, привет. Чего еще? Потопил человека. Знает ли Вилена форум Нижнекамск-2? Вилена. Я был просто на форуме в Нижнекамске, похоже. Вроде бы да, и был там. Нет, не хочу. Знает ли Полина Гагарина? Полина Гагарина. Знаешь, мы случайно светанули часть ее номера телефона в шоу. И она не очень уже с охотой отвечает. А какую часть вы светанули? Ну, ту, которую, оказывается, легко разгадать и позвонить ей. То есть все, кроме 910? Нет, на самом деле там было три цифры, которые нужно было угадать. И все угадали. Да, и она говорит, вы что, мне звонили? Мы говорим, Полина, ну, извини, пожалуйста. Я отсюда и отправлял. Знает ли Гудок? Гудок. Ну, Гудок. Ты прям, посмотри. Пытаешься заглянуть сюда. Да, да. Что-то вы выдумываете. Да, у тебя был Гудок, он не дозвонился мне, а я же все-таки, как семьянин, легко бы ответил на вопрос про Глори Холл. Да, не дозвонился, было обидно, да. Он очень много потерял на этом вопросе. Давай еще посмотрим. Данила Поперечный. Данила Поперечный. Ну, рыжие люди. Рыжие люди. Может быть, тогда лучше позвонить Джиджи Хадид? Джиджи Хадид, да! Звоним Джиджи Хадид. У меня в телефоне Джиджи Хадид! Да, это Дима Емельяненков, автор «Вечернего Урганта», с которым мы раньше сидели в спину, и я писал какой-то для инстаграмчика. Разговор Джиджи Хадид и Кайли Джейнер, по-моему, чтобы выложить, и переназвал его так, а я, наверное, у него до сих пор Кайли. Так что давай позвоним Джиджи Хадид. Он знает? Да. Точно. Ну, он воспитанный человек, он из Петербурга. Все, тогда мы звоним Джиджи Хадид. Джиджи! У нас 60 секунд. 60 секунд! Я хочу все за тобой повторять. Так. Hello. Hello, Джиджи, как дела? Это кто? Это кто? Это кто вообще? Кто это вообще звонит? Алло. Алло, алло, алло. Алло. Ну, слушай, по этому ответу я понимаю, что у тебя сегодня вечером много свободного времени. Ну как? Ты греешься в машине. Ты греешься в машине? Дим, у меня к тебе вопрос. Как? Готов? Я не десник. Ну? Так, да. Какая страна на П начинается и на И краткую заканчивается? На П начинается? На П. Петр. Православие. На И краткую. Да. Ну, мне кажется... Ну, давай. Помоги мне. Пакистане старое название. Ну, пока. А я думаю, он сидит, пишет важное. А, ну сейчас никакие корпоративчики. Ничего. Премии писать не нужно. Человек может вальярно отвечать. Джиджи Хадид ответил тебе, что в Пакистане это старое название. Пакистане. Это, мне кажется, какой-то минерал. Редкоземельный минерал, который в Пакистане нашли. Джиджи Хадид ничего тебе не ответил. Ну, если я знаю... Ты теряешь 10 секунд. У тебя их остается 50. И мы опять ищем человека, которому мы будем звонить. Знает ли Дэниэль Рига? Дэниэль из Риги? Дэниэль, я обожаю тебя. Но будем честны. Ну, Дэни, ну блин, ну че так? Ну, Дэни, ну ты сам все понимаешь. Я тебя обожаю, да. Дэни. Знает ли земля песок альпийские луга? Охереть, у тебя дома цветы растут. Алло, мне нужна земля? Шесть вертолетов, пожалуйста, срочно. Срочно. Есть еще у тебя земля доставка альпийские луга. Так, 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 так. А еще кто? Зачем ты доставляешь землю с альпийских лугов себе? Я такой человек, как же человек со странностями, я слушаю. У тебя странное украшение на руках. А у меня такой сикар. Знает ли Ида Галич? Ида Галич. Ну, Идонька, я тебя обожаю, как и Дэниэль. Из Риги. Ну ты не уверен, да? Но она замечательный человек. Замечательный человек. Замечательный человек. Ида, ты лучшая. Знает ли Илья Соболев? Илья Соболев. Илья Соболев. Дэни. Ида. Илюха. Все понял, тогда не звоним. Знает ли Ирина Шихман? Ирина Шихман. Давай позвоним Ирине Шихман. Ирина Шихман точно знает. Ну слушай, вот если сейчас она облажается. Это будет что? Ой-ой-ой. Это про тебя будет расследование сразу же. Мы звоним Ирине Шихман. Ирине Шихман. 50 секунд. 50 секунд. Обожаю повторять. Илья Соболев. Илья Соболев. Выключен. Или находится вне зоны обслуживания. The mobile phone you are calling is switched off without coverage. Сказали, что я просто английский воспринимаю больше. Сказали, что выключен. Смотри, если тебе вдруг кто-то перезвонит, ты можешь поговорить зачет. Вполне. Понял. Знает ли Катя Самбука? О, ты приехал. Конечно знает. Что за... Катя Самбука. Она из Петербурга. Давай позвоним. Откуда у тебя телефон Кати Самбуки? Первый вопрос. Еще в далекие времена канала «Дважды два» мы снимали программу и приглашали ее, чтобы она вела сексуальные обзоры. Ты уверен, что Катя Самбука знает? Конечно, надо звонить Катя Самбуки. Ты уверен? Ну, я вижу в людях лучшее. Про страны за 50 секунд. Про страны за 50, да. Мы звоним Кате Самбуке 50 секунд. А, давай. Катюш, ну нельзя будет подводить так. Катюша, привет. Привет. Я Володя. Ой, я Володя Маркони. Я тебя помню. Привет. Привет. Катюш, дело есть. Короче. Сексуальная? Что? Сексуальная? Нет. Ай. Ну блин. Ну блин. Ну зато первый звонок сзади не сексуального плана. Слушай. Вопрос. Какая страна на «П» начинается и на «И» заканчивается? Страна? Страна. Я не знаю. Знаешь? Пока. Подходит. Катюш, спасибо тебе большое. Давай, обнимаю, дорогая. Пока. Чао. Так. Был ответ. Вов, ты был в этом уверен. Постой, постой. Вернемся. Я вижу лучшее в людях. Катя Самбука ответила тебе, что страна, которая на «П» начинается и на «И» заканчивается, это «Попа». Ну, слушай, с геополитической точки зрения вполне возможно она имела виду. Вполне это правильный ответ. Но, к сожалению, это неправильный ответ. Да. Ты теряешь 10 секунд, у тебя их остается 40. Катя, ну, я разочарован в тебе, конечно. Странно. Мы продолжаем искать. Знает ли Катя Яндекс.Станция? Катя. Яндекс.Станция. Вообще-то она Алиса. Классно. Не благодари. Знает ли Лариса Андреевна Гузеева? Я ей только писал в WhatsApp. Я уверен, что не возьмет трубку. Не возьмет трубку. Не возьмет трубку. Я ей приглашал на комментаут. Она не ответила? Она ответила. Ответила. Я ей написал, что это про шоу, которое исследует морально, этические рамки, психологический эксперимент с прикольчиками, но еще и вызов. Она написала очень деликатно и тонко, что «Прекрасно, но я с вами годы уже знаю, что морально, что нет. До свидания». Или, может быть, знает Лола. Лола и сердечко. А, Лолита Милявская, значит. Лолита Милявская. Почему нет? Давай позвоним. Ты уверен, что она знает? Слушай, я уже в людях не уверен. В 2020 год никто уже ни в чем не уверен. Что будет завтра, никто не знает. Лола. Лола. Звоним. Мы звоним Лолите. У нас 40 секунд. Да. А как она сердечко еще поставила? Она сама себя знает? Лоличка. Лолитушка. Дорогая, привет. Привет, как дела? Ничего, как ты скажешь. Я суперклассный. И у меня к тебе сразу же вопрос. Потому что мы с тобой деловые люди. Давай. Да. Я тебя просто обожаю. Это я тебя обожаю. Понятно? Это я тебя обожаю. Какая страна на П начинается и на и краткую заканчивается? На П? На П. От того привычного слова. Подожди, ты не в контактах, нет? В них. Антон тебе привет передает. У меня 40 секунд было, да? Пока. Слушай, какая классная программа. Как можно людей в твоей телефонной книжке дискредитировать или что? Супер. Лолита, ничего тебе не ответила на этот вопрос. У тебя остается 30 секунд. Ну, понимаешь, мне кажется, что я еще даже немножко спасал, спрашивая, как, чего. Потому что если бы 40 секунд человек стоял, это было бы вообще неприятно. Ну, возможно, там есть время загуглить. Возможно. А, загуглить еще можно. Да ты можешь сказать загуглить, конечно. Я думал, что это все-таки викторина. Еще и нужно головой думать. Когда остается 30 секунд у тебя, например, сейчас осталось? Какая уже викторина? 30 секунд. У тебя 4 вопроса впереди. Дерьмо, дерьмо. Это плохо. Это плохо. Это плохо. Давай сейчас внимательно прям, Вов. Давай Маленкову позвоним. Маленков. Да. Кто это? Александр. Александр Маленков. Редактор журнала Максим. Редактор журнала Максим, конечно. Главный. Главный. Александр Маленков. Александр. Он человек, который знает все про... Ну, я надеюсь. Иначе чего? Иначе гнать таких редакторов. Смотри, если Александр Маленков ответит тебе неправильно, у тебя останется 20 секунд. Блин, это дерьмо. Когда 20 секунд, это вообще нет времени. Привет, Лола. Я тебя обожаю, Лола. Нужен человек, который точно ответит на этот вопрос. Зачем тогда такая жизнь? Ну, давай Маленкову позвоним. Маленков. Маленков. Я в нем уверен. Александр. Александр. Вы не подведите. Александр Маленков. Маленков. Мы звоним Александру Маленкову. У нас 30 секунд. Давай. Парагвай. Ну, держись. Алло. Алло. Александр, привет. Владимир. Вы в прямом эфире говорите. Абсолютно верно. Вопрос. Какая страна на «п» начинается и краткую заканчивается? Нужна помощь. Парагвай. Я обожаю вас, Александр. И у нас еще остается 10 секунд. Как дела? Хорошо. Это что, какая-то программа? Да. Все. Спасибо большое. Я ответил правильно. Точнее, вы. Все. Обнимаю. Пока. Чао. Это было. До свидания. Александр Маленков ответил, что это Парагвай. И это абсолютно правильный ответ. Все. Блин, у меня умные люди закончились. Авиасейлс. Поиск дешевых авиабилетов. Ну что, ты отлично идешь. Мы переходим к третьему вопросу. И третий вопрос звучит так. Алло. 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 Валера, привет. Че ты там на омуле на своем не женился еще? На рыбалке. На свои. Мы тут как бы снимаем немного. Ой. Простите, у меня число подошло. Минуту надо использовать. Простите. И мы переходим к третьему вопросу. И третий вопрос звучит так. Алло. Лилия Александровна, это Витя, один с ДГ. Да. Я знаю, что 18 лет прошло. Ну я вот решил набрать... Что происходит? Простите. Я перезвоню. И следующий вопрос звучит. Надо больше, больше некромантов. Больше некромантов. У меня же их два. Да что там происходит? Что там такое? Что? Надо меньше, меньше варваров и больше некромантов надо. Да. И что? У меня завтра гигабайты истекают. Но у меня нет другого выхода. Есть? Есть выход. Зачем вновь и вновь платить за то, что ты уже приобрел? Скажи-ка мне, а? Специально для тебя? И для тебя. Для тебя, да. В Мегафоне придумали копилку. Неиспользованные минуты и гигабайты накапливаются и остаются доступными всегда. Вы слышите меня? Всегда. Очень вас прошу, подключите копилку в мобильном приложении Мегафона на главной странице или в разделе услуги. Пользуйтесь и экономьте. С тарифами? Без переплат. Ладно. Так-то оно так. Мы переходим к третьему вопросу. Да, давайте. И третий вопрос звучит так. Так, Сан Саныч, Маляр Аня, Юрик, кто был четвертым участником школы ремонта? Пока. Шпатель-шпатель, наверное, какой-нибудь. Кто был четвертым? Охренеть. Ты, Сан Саныч, спроси сейчас. Он из-за камеры выйдет, скажет, я не знаю, кто. Я обратно сядю. Блин. Так, так, так. Знает ли Михаил Кукота? Михаил Кукота. Михаил Кукота. Ну, он скажет, осесяешь что-нибудь такое. Нет, нет, не надо. Осесяешь. Ну, он же, ну, знаешь, он же... Он, да. Он же, ну, да. Знает ли Марина Кравец? Марина Кравец. Марина Кравец. Слушай, ну, ты ее хорошо знаешь. Ты понимаешь, что все, вот то, что это образ, что я такая вся светская, все знаю, воспитанная. Вот позвонишь, и там сразу будет... Б-б-б-б... То есть... Ты так Марину, да, в обычной жизни часто видишь? Ага, иди, 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 иди. Приезжай к нам, Аня. Представляешь, Марина, такой человек. Тебе звонит Катя Пугачева. Ты можешь поговорить в зачет. У тебя 30 секунд по вопросу школы ремонта. Отклонить. Так. Знает ли Митя Хрусталев? Митя Хрусталев. Ну-у-у. Ну-у. Он работал на ТНТ. Работал на ТНТ тогда. И сейчас опять работает на ТНТ. И сейчас опять работает на ТНТ. Да, заработал, поехал тратить. Заработал, поехал тратить. То, что такое. Вообще, есть ли люди в России, кто знает это? Есть, стопудово. Охренеть. Я говорю, этот четвертый, он был второй по популярности после Сан Саныча. Татошка, кто там? Он был специалист широкого профиля, всегда подписывали. Под его именем. Виталич какой-нибудь. Что там? Охренеть. Так, сейчас. Так. Так, думаю. 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 Палыч. Звучит как... Как Сан Саныч. Палыч! 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 Это же автор. Comedy Woman. То есть он работает на ТНТ. Точнее, работал. Я думаю, что он может знать. Вот серьезно. Может знать. У него очень неожиданные какие-то знания выстреливаются. Если не он, то уже никто. То уже никто. Звоним. Палычу. Мы звоним Палычу. У нас 30 секунд. Палыч, Палыч. Ох, Палыч, Палыч. Ох, Палыч, Палыч. Абонент не отвечает. Оставьте сообщение после сигнала. Ну, Палыч, ну, блин. Ну, Палыч, ну, ты чего? Так. Кто еще? Кто еще? Кто еще из таких есть? Ты ремонт делал вообще? Я делал. У тебя остались эти контакты ремонтников? Может, они? Рафшан, Альпийские луга. Пиздец ты. Получается так. Кто это может знать? Кто это может знать? Так, кто может знать? Давай, думай, думай. Сейчас, сейчас, сейчас. Хотя, в целом, это, конечно, может знать самый неожиданный человек вообще. Тебе как будто кто-то звонит. Тебе звонит Корней. 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 Может быть, Корней знает. 30 секунд. Давай. Зачет. Погнали. Корней, ну ты чего? Здорово. Вопрос к тебе сразу. Можно? Здорово. Привет. Корней. Привет. Вопрос. Сан Саныч, Маляр Аня, Юрик, кто был четвертым участником школы ремонта? Сан Саныч, твоя Аня Юрик? Сан Саныч, Маляр Аня, Юрик и был мастер широкого профиля. Валентин Дмитриевич. Валентин Дмитриевич. Корней ответил тебе, что это был Валентин Дмитриевич. Это Валентин Дмитриевич. К сожалению, это неправильный ответ. Ты теряешь еще 10 секунд. Валентин Дмитриевич. Слушай, никто в мире этого не знает. Вот вообще никто не знает. Человек, которого так называли, он уже не знает. Этот персонаж. Тебе перезванивает Корней. Блин, Корней. Договори. Ну ладно. Алло, Корней, смотри. Сан Саныч, Маляр Аня, Юрик. Кто был четвертым участником школы ремонта? Специалист широкого профиля Джаник. Или Джаник. А за это ударение. Нужно с ударением. Джаник. Спасибо. Ну значит, слушай. Ну значит, сейчас ты умоешься своей кровью. Так, когда говорил. И Джаник. Специалист широкого профиля и школы ремонта. Корней тебе перезвонил и сказал, что это Джаник. Это Джаник. Это абсолютно правильный ответ. Джаник. Джаник освобожденный. Так, ребята. Под прошлым выпуском вы предлагали, как мне переименовать в своей телефонной книге Ваню Абрамова. Победил вот этот комментарий. Теперь Ваня у меня записан, как он знает 100%. Мы позвоним Ване, чтобы об этом сообщить. Пользователь занят. Иван может быть чем-то занят. Попробуем еще раз. Пользователь занят. Попробуем третий раз. Три раза занят. Четвертый раз звонит. Невоспитанно. Поэтому Ваня у нас просто остается, он знает 100%. Но он об этом никогда не узнает, что он знает 100%. Пишите в комментариях, как мне переименовать Маркони в Владимира Маркони. И естественно, пока есть время, подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы видосы не пропускать. Чтобы вышел и сразу смотрите. Понято. Вова. Да. 20 секунд. Ну. Осталось два вопроса. Да легко. Как будто звучит даже логично. Ну да. Мы переходим к четвертому вопросу. И четвертый вопрос звучит так. Да. В каком ряду сидела девчонка, к которой обращался Петросян в своем рэпе? Да. Да. Эй, девчонка. Вах. Я сейчас скажу, люди такие, фу, он помнит. Но. Эй, девчонка. В каком? В семнадцатом ряду? Фак. 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 Эй, девчонка. Фак. Фак. Или в двенадцатом ряду. Там да. 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 Да и тебя имей в виду. Эй, девчонка. Фак. 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 Ты помнишь эту бандану? Я помню, да. И на ней было написано Продиджи. Да. Продиджи. Конечно, конечно. Кто может знать ответ на этот вопрос? Так. За 20 секунд. Сейчас. Сейчас я скажу тебе. Прям вот точно кто может знать. Вов, вот смотри, представь, что ты автор Петросяны. Так, представь. В каком ряду смешнее было бы? Эй, девчонка. Вот чтобы еще и… Еще и уколоть как бы, да? Так, ах. Ты послушаешь рэп. Значит, ты не крещеная. Скорее всего, сатанистка. Тогда, наверное, в тринадцатом ряду. Кто это может знать за 20 секунд? Я сейчас отвечал тебе минуту. А ты помогал мне. Ты вытягивал из меня это. Эй, девчонка в тринадцатом ряду. Да я тебя имею в виду. Так, 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 так. Мы с тобой затусовались вдвоем. Что это было? Это полный облом. Я смотрел прям. Красиво. Вот это хорошо. Вот это мне нравится. Все, я знаю. Я, возможно, дискредитирую человека. Ну давай мы позвоним Костя Ворону. Костя Ворон. Да. Это не тот случайно Ворон, который пишет обзоры на КВН. Он автор многих КВНовских команд. Да, да, да. И Святка они стали чемпионом. Ну как бы не только они в ту игру, но еще там были чемпионы. Они как бы делают вид, что только они, но нет. Там еще была команда. Костя, ну камон. Ты уверен, что он знает? Боюсь, что да. Так, да, давай Коське позвоним. Костя. Да, Костя. Точно знает. Абсолютно. Тебе звонит Палыч. Палыч. 20 секунд. Палыч может знать тоже. 20 секунд. 20 секунд. Зачет с Палычем. Да сюда. Вот смотри. Палыч, здорово. Короче. Привет. Стой, стой. В каком ряду сидела девчонка, к которой обращался Петросян в своем рэпе? Эй, девчонка в тринадцатом ряду. Еееей. Спасибо, спасибо. А еще Comedy Woman писал. Ну ты чего, Палыч? Ну кому? И такие люди писали Comedy Woman. Серьезно. Обожаю. Эй, девчонка в тринадцатом ряду. Абсолютно правильный ответ. Есть. Бам! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вова, это блестяще! У тебя осталось 20 секунд У меня двое детей, я оргазм впервые в жизни получил Охренеть, охренеть Мы переходим к пятому вопросу, у тебя 20 секунд И пятый вопрос звучит так Как называется фотографии полового органа мужчины? Фотография полового органа мужчины? Она еще и так называется как-то? Как это называется? Фотография полового органа мужчины Да, не то, что типа, а можно тебе выслать фотографию? А-а-а-а! Ну, что? Ну, конечно же! Ну и, конечно, это знает Анна Цуканова-кот, правильно? Заходи-ка... Заходи ко мне в Директ, сейчас узнаешь это массовую рассылочку кто это может знать так а давай-ка кто это может прям точно так ну девочки сейчас сразу начинается калейдоскоп в голове хочется девочки позвонить хочется девочек ну да то ну парень знает ли понарошку она писала недавно об этом куда жалобу куда ведомости и говорила на первую страницу пожалуйста новостей в мире немного давайте расскажем про дикпики так 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 ну я уверен что да конечно ирена понарошку ну конечно знаю конечно ну слушай я думаю что ее оскорбит моя мысль и что она не знает что такое дикпики ну что ты уверен что ирена понарошку знает ответ на вопрос как называется фотография полового органа мужчины да уверен ирена ну уж ну уж хотя представляешь сейчас начнется такая играть о чем откуда я знаю а то что в смысле такое присылают они вместе с мариной кравится обычно а что это что это прислали это прислали банан итак создательницы хэштегами ту уже выехали сюда мне кажется с факелами подходит потому что кто им продаст настоящее оружие ирена давай позвоним мир и не до ирена понарошку ирена понарошку мы звоним ирена понарошку у нас 20 секунд так ирена привет сразу вопрос как называется фотография полового органа мужчины фотографии основное слово спасибо обожаю чао да ты потрясающе прошел всю дистанцию сохранить 20 секунд это прям и побеждаешь нашим шоу получаешь замечательный приз на полку да еще и на полку конечно ура может в ту камеру сказать все что угодно кому угодно дорогая марина краю ну а да и смотрите ледниковый период мы там катаемся и это очень классно и все болит и у меня здесь синяк могу снять штаны показать но лучше просто смотрите шоу и класс мы обожаю каждого спасибо что посмотрели подпишитесь обязательно подпишитесь это очень важно нужно подписаться подпишитесь подпишись на канал чтобы не пропустить новый видос нажмите на колокольчик а самое главное пишите в комментарии как бы вы записали в свою телефонную книгу володю морковь вот я найду самый залайканный коммент и именно так володю запишу в свой телефон спасибо всем спасибо тебе в первую очередь спасибо тебе спасибо тебе